Музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра I, начался в Струковском саду в 12 часов. Он прошел в рамках федерального творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи» при поддержке правительства страны, Ассоциации духовых оркестров, Министерства культуры Самарской области и Администрации Самары. В 2022 году в России с размахом отмечают юбилей российского императора Петра I. В основу фестиваля «Петровские музыкальные ассамблеи» легла задача воссоздать уникальную форму праздника фестиваля искусств, сложившегося при правлении Петра I и объединяющего людей разных возрастов в едином процессе совместного творчества. В честь памятной даты свои программы представляют музеи, театры, филармонии, библиотеки. Например, в дирижабле Института культуры прошел круглый стол. Гости услышали лекции о влиянии Петра I на становление культурно-исторической судьбы России. Петр разложил традиции светского досуга, культурного светского досуга. Это ассамблеи, это маскарады, это большая роль танцевальной музыки, это комнатная музыка, это сигнальная музыка на неверике и так далее, и так далее, и так далее. Он пригласил первых немцев театралов, да, потом уже были приглашены итальянцы, французы, но сначала были первые немцы. Эта Российская империя объединяла достаточно большое количество народов с разными укладами жизни, с различными культурами этносов. И вот этот принцип объединения, который был заложен очень давно, и был кристаллизован и укреплен во времена, и усилием Петра I он сохраняется и до сегодняшнего дня. В Струковском саду творческие коллективы представили публике разножанровые программы, музыкально-театрализованные постановки, выставочные проекты, кинопоказы и лекции, дефили оркестров, а также тематические мастер-классы. Точкой притяжения для гостей праздника стала площадка, на которой плели гамаки, по подобию тех, что использовали моряки на кораблях флотилии Петра I. Он должен быть в первую очередь очень прочным, и это используется самый прочный канат на сегодняшний день из джутового пуста, джутовый канат, он так и называется. Вот этот джутовый канат, который позволит и вдвоем, и втроем расположиться на гамаке и будет устойчиво и удобно отдыхать. Не меньше интерес для гостей праздника представлял мастер-класс по кузнечному делу. Максим Налейкин ковкой увлекся около восьми лет назад, говорит, что это его призвание. На своей площадке во время фестиваля в Струковском парке рассказывал детям о том, какими навыками должен обладать кузнец, и в подарок всем желающим ковал сувениры из металла. Кузнец был в любой отрасли, даже отправляясь на дальний поход на корабле, по-любому нужна была помощь кузнеца. Сварить ту же самую цепь, сделать какое-то клинковое оружие, прочие вещи. Пока железо не вышло из обихода человека, кузнец был всегда. В конце первой части программы гостей ждало выступление сразу пяти оркестров. Детско-юношеские коллективы исполнили знаковые для российской музыкальной и военной истории произведения. Марш Преображенского полка и прощание славянки. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.